Благо есть, исповедуйтесь о Господе, и пейте именю Твоему Вышне. Возвещайте за утро нас Твою и истину Твою на всякую ночь. Десяти струн нам псалтири с песнею ушлих. Яко возвеселив наси Господи в творении Твоем, и в деле кругу Твоей возрождайся. Добрый день! Я рада всем телезрителям телеканала «Союз». Мы продолжаем говорить о псалтире. Батюшка, здравствуйте! Здравствуйте! В псалтире сегодня седьмой псалом, первая кофизма. Мы осваиваем эту великую мудрость, которую оставил нам святой пророк Давид. Незреченная мудрость, глубина и сила его молитвы, покаяние, наверное, не превзойденное в земной жизни еще никем. Но и псалтирь поэтому является очень важным таким молитвенным примером, в котором мы открываем сердце свое для Бога, избавляясь от тех негативов, которые имеют место в нашей жизни. Сегодняшний седьмой псалом, он имеет надписание, «Его же воспет Господи, о слове всех Хусиевых, сына и именина». Вот здесь очень важно сказать, кто такой был Хусий. Вот Хусий или Хусий – это друг самого псалмопевца Давида. И мы знаем, что вот эти первые псалмы, они посвящены, мы уже с вами не раз говорили, именно тем переживаниям, которые были связаны с сыном Авестоломом, который не только изменил своему отцу, но и собрал войско против него, занял его место, осквернил его ложи и хотел погубить своего отца. Конечно, Давид переживал самые невероятные времена, вот внутреннего непонимания, что происходит, почему сын восстал на него, потому что в своей доброте, в своем всепрощении он был непревзойденным человеком, живущим на земле. Он прощал, он постоянно противопоставлял правду Божию вот всем этим порокам, каким-то неправдам, с которыми встречался. И поэтому он был действительно образцом для своего сына. И он не понимал, почему сына того, который совершил грех, он простил и опять-таки приблизил свой дом, вновь озлобился против него и восстал. Конечно, поэтому Давид дает очень удивительные молитвословия, обращения к Богу, в которых говорит об этих недостатках, говорит о том, что у него есть непонимание, и говорит, что при всем этом он, конечно, возлагает свое упование на Господа, который никого еще не оставил, и который всегда помогает человеку, молящемуся и обращающемуся к нему. И вот здесь он воспевает в этом псалме друга своего, Хусия, который отправился в стан Авесолом, притворившись, что он также изменил Давиду, а на самом деле он пошел вручать своего друга, пророка и царя Давида, и тем самым смог убедить Авесолому некоторое время повременить, не идти преследовать отца, что он и так уже где-то там, вот вдали, что он не причинит тебе никакого вреда, и что на это тратить силы. И этим самым он дал возможность передышке Давиду, некой передышке, в которую он собрал войско, и затем уже направился, чтобы победить вот эту неправду, которая возникла. Надо сказать, что Давид не шел воевать со своим сыном, Давид шел воевать с той неправдой, которая царила, и он это всегда подчеркивает, и это мы еще увидим, когда будем читать седьмой псалом. Господи Божий мой, начинается псалтырь, начинается седьмой псалом. Господи Божий мой, на тебя упавах, спаси мя от всех гонящих мя и избави мя. И вот здесь, конечно, обращаясь к Господу, он обращается не просто простыми словами, говорит, Господи Божий мой, он говорит о том, что он обращается к своему Богу, которому служит, которого прославляет, которому поклоняется. На тебя упавах, спаси мя от всех гонящих мя и избави мя, чтобы никто не подумал, хотя вот в этом воспевании он должен говорить о своем друге, который пошел и вот заступился за него. Но псалмопевист Давид не был таким, который бы полагал все свое упование на своего друга. Конечно, он помнил слова священного Писания, проклят всяк человек, который надеется на другого человека, не надейтесь на князя, на сына человеческие, впоследствии скажет псалмопевец Давид. Конечно, для него не это является приоритетом. И восхваляя его с такой любовью, с такими возвышенными словами самого Господа и Творца, он именно говорит о том, что не думайте, что мое упование было только на моего друга и на человека. В своем уповании я остаюсь верным только Богу. И в то же время он как бы немножко виниться перед Богом за то, что он послал своего друга туда, нужно ему было до конца уповать на Господа. Вот такой вот, невзирая на то, что он царь, он военачальник, он очень смелый, сильный человек, красив внешне, красив своим духом, он все равно говорит о том, что не это приоритетом является в моей жизни, приоритетом является то мое духовное состояние, та моя глубочайшая вера, то мое упование, которое я возлагаю на Бога. И поэтому он говорит, Господи, Ты только можешь меня спасти от всех гонящих мя, и Ты можешь меня избавить. Конечно, что значит «спаси мя от всех гонящих мя» и «избави мя, и спаси, и избави». Здесь, конечно, псалмопевец Давид выражает некую глубину тех переживаний, в которых он сейчас находится. Он находится в бедственном состоянии, то есть в том состоянии, из которого без помощи Божий человек не может выйти. А какое у нас самое бедственное состояние, которое нуждается в неком проявлении чуда Божьего? Это, конечно, немощь, это болезнь, потому что мы можем справиться с бедностью, мы можем справиться с какими-то грехами, с пороками, мы можем справиться с материальными трудностями, но вот с болезнью справиться невозможно, если не будет какого-то чуда Божьего. Даже врачи, имея огромное количество сейчас различных средств, медикаментов, все равно не могут спасти человека, потому что, говорят, у нас ничего не получается. Когда их спрашиваешь, а что же поможет? Они говорят, что только чудо Божье. И очень часто чудо Божье происходит. Действительно, милость является на человеке больном. Казалось, что ему ничего уже не поможет. И вдруг внутри организма появляется какой-то потенциал, и человек исцеляется от своей немощи. Даже от проказа отпадают от него все струпы. И у человека, казалось, который должен умереть, вдруг обновляется вся его плоть, и он становится чистым, как младенец, который пришел в этот свет. Поэтому такие вот глубокие слова «Спаси мя от всех гонящих мя». То есть, действительно, состояние настолько тяжелое, что если Господь не вмешается, то тогда нельзя ждать какое-то чудо и какого-то избавления. И избави мя. Из чего избави? Избавить Господь может, конечно, от того состояния, в котором находился. Это состояние некого плена. Это состояние некой безысходности. Почему, когда мы видим плененных людей, которые были в тюрьме, и которые были в неведении, они возвращаются некими такими растерянными людьми, потерянными. Плен – это очень страшно. Это лишение свободы. Это каждый день ты не знаешь, что с тобой будет. Это некое преследование человека в его мыслях и в то же время навязывание ему того, что несуродно ему. Поэтому Давид выразил этими словами, во-первых, хвалу и благодарность Богу. И затем уже говорит, только ты меня, Господи, можешь избавить. Никакой человек в этой жизни не может избавить меня от того состояния, в котором я сейчас нахожусь. Да никогда, дальше продолжает псалмопевец Давид, «Похитит, яко лев душу мою, несущую, избавляющую, нежеспасающую». Здесь опять об избавлении и спасении говорит псалмопевец Давид. «Яко лев похитит душу мою». Конечно, он Авиасолома называет львом, который хочет похитить душу его, причинить зло ему, то есть лишить его жизни. Ну и, конечно, святые отцы всегда говорят о том, что в каждом псалме есть не только буквальный смысл, о котором мы сегодня с вами должны говорить, но есть и таинственный. Конечно, львом, который зияет и желает похитить душу, жизнь человеческую, это является еще и враг рода человеческого, который также хочет причинить человеку зло, чтобы он не был спасен для вечности. «Господи Божий мой», – продолжает псалмопевец Давид, «аще сотворихся, аще есть неправда в руку моею». То есть он говорит именно о том, что как бы и кается перед Богом, в том, что есть некая неправда в его жизни, но он говорит о том, что он всячески стремился. И вот дальше мы особенно, в важности, прочтем «аще воздах, воздающим ми зла, да отпаду, уба от враг моих тощ, да поженет уба враг душу мою, и да постигнет, а поперет в землю живот мой, и славу мою в перст вселит». То есть что говорит здесь псалмопевец Давид? Очень важные слова. «Аще воздах, воздающим ми зла, да отпаду, уба от враг моих тощ». Он говорит о том, что «я никогда не воздавал зло за зло». Вот о чем мы с вами вначале говорили, псалма. Ни своему сыну, ни тем ближним я всегда старался не быть мстительным человеком. Я всегда являл правдой, всегда являл милость и любовь к тем, которые вот сейчас восстали на мя. И сейчас я не хочу тоже причинить боль и зло тем ближним, которые восстали против меня. Но я должен как царь победить неправду. И поэтому здесь становится понятным из книги царств, когда Давид просил помощников своих не убивать сына своего, потому что он не хотел смерти его, он не хотел греха. Он даже и здесь, когда сын уже восстал, осквернил ложи его, вот, когда попрал все самое святое и великое, он и здесь не хотел убивать. Он должен как царь был победить зло и неправду, но не должен при этом причинить зло. И поэтому он говорит, «Да поженет убо враг душу мою, и да постигнет, и поперед землю живот мой, и славу мою в пец вселить». Он мог бы и с этим смириться, но тогда неправда восторжествует на земле. И тогда враг действительно может сделать нечто ужасное. И он говорит, что он может сделать? «Поперед в землю живот мой». То есть заберет жизнь. Что значит «заберет в жизни»? Жизнь – это кровь. В крови жизни нашей, и кровь есть свидетельство жизни. То есть вот самое «и славу мою в пец вселит». Ну вот отцы святые говорят о том, что и толкователи… Какой славе? Говорят, славу мою в пец вселит. То есть пец – это земля, втопчет славу. Славу – это сам Давид со всей своей силой, красотой, великолепием и всеми славными делами. Поэтому он говорит, что тогда со мной будет, если я не предам вот это зло некому наказанию. И здесь он опять, обращаясь к Богу, говорит о том, что без Бога невозможно это сделать. Он говорит, воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих и восстани, Господи, Боже мой. Конечно, он говорит о том, что правда Божия должна воскреснуть. И здесь, конечно, и пророческие места о последних днях, а уже мессианские места, конечно, воскресни, Господи, когда псалмопейцы взывают к Богу, чтобы Господь воскрес, чтобы Господь пришел на землю в своей правде и победил всякую неправду гневом своим. Ну и применительно, конечно, непосредственно к этому же событию он просит, чтобы Господь воскрес, то есть явил себя, и чтобы гневом Твоим, и именно гнев здесь надо понимать не как страсть, а именно своей правдой победил всякую злобу и неправду человеческую. То есть гневом, как бы, говорит о том, что Господь все равно правду явит свою этому миру. И восстанье, Господи, Боже мой. Вот, псалмопейцы говорит, опять продолжая, повелением им же заповедал еси. То есть, чтобы Господь восстал. Что значит восстать? Это встать над всеми, чтобы Господь явил силу свою над исполнением того закона. Вот, я же заповедал еси. Того закона, который Господь оставил. Вот, и сон людей обыдет тебя, и о том на высоту обратись. То есть, будешь тогда, Господи, выше всего. Вот, и сон людей обыдет тебя, то есть, вокруг тебя будут все люди, когда увидят правду твою и закон твой. Но, естественно, если Ависалом восстал против Отца, это нарушение заповеди Божьей. Чти Отца и Матерь свою, долголетие не больше на земле, пятая заповедь. Закона Божьего была просто попрана. И поэтому псалмопевицы Давидов и обращаются к Господу, чтобы Господь восстал, воскрес, чтобы явил правду свою, чтобы увидели, что нельзя попирать закон Божий. И тогда люди все восстанут, они воспрянут, они вокруг Господа соберутся и будут прославлять Его святое имя. Вот в полноте, Святой Отцик, говорит, это было явлено тогда, когда Господь воскрес, когда Господь явил себя всему миру, когда была основана церковь, действительно люди сейчас собраны вокруг Христа и видят то, что Господь над людьми и утверждает всякую правду на этой земле. Господь судит людям, суди ми, Господи, по правде моей и по незлобе моей намя. Ну вот здесь опять-таки псалмопевец говорит о том, что всякая неправда человеческая, и она будет судима Богом. Если не сегодня, вот сию минуту, то будет, конечно, Божий суд, и Господь будет судить всякого человека. Поэтому здесь прежде, чем кто творит всякую неправду и беззаконие, пусть задумается о тех делах, которые он совершает в жизни своей. Да скончается злоба грешным, и исправишь и праведного. Испытай сердца и утробы Божия праведного. Ну что значит «испытай сердца и утробы праведного»? Конечно, здесь Господь говорит о том, что когда ты наказываешь грешного, вот, то есть исправляешь его, то тогда и праведный во сто крат усиливает свой внутренний потенциал в противостоянии греху, в борьбе с грехом. Не дает себе некого послабления, что он понимает, что ежели он будет поступать так, как поступает человек грешный, то что тогда будет с правдой на земле, и что будет с самим человеком здесь на земле. Поэтому праведный становится за счет этого более бдительным таким человеком. «Помощь моя от Бога, спасающего правое сердце». Ну, здесь очень хорошо псалмопевец говорит, Давид, «спасающего правое сердце». Кто такой правое сердце? Конечно, творящий правду. Но что такое правда? Вот если мы берем правду евангельскую, то евангельская правда или правда Священного Писания, она нас учит идти за ладой серединой. Вот и Господь являет свою помощь только тем людям, которые в своей жизни не являют некие крайности. Крайности одного и крайности второго. А идущего такой золотой серединой, тому Господь его помогает и того укрепляет. «Бог судитель праведным и крепок, и долготерпелив, и не гневый наводяй на всяк день». Ну, Господь опять-таки, почему здесь о долготерпении, говорит псалмопевец Давид? Почему Бог именно долготерпелив? Потому что Господь в своем долготерпении ждет нашего покаяния. Не то, что он смиряется со злом, не то, что он проявляет некую эмоциональную жалость, как мы с вами ее проявляем в нашей жизни по отношению к ближним. Он ждет раскаяния каждого грешного человека. «А еще не обратитесь, а оружие свое очистит, лук свой напряже, и уготова, и в нем уготова сосуды смертные, стрелы своя сгораемым садела». Опять-таки, если мы не обратимся к Господу, вот здесь псалмопевец Давид, как говорит святая цель, применяет такой чисто человеческий язык, что у Господа, Господь и оружие свое очистит, и лук свой натянет, и все это будет приготовлено для человека, и сосуды смертные, и стрелы своя сгораемые садела. То есть Господь уже как бы на каждого грешного человека, живущего по неправде, направил свое наказание. «Все боли неправдою зачат болезнь, и роди беззаконие». Вот так вот псалмопевец Давид говорит о том, что каждый из нас должен помнить о том, что всякий грех рождается в нашей голове, а потом мы рожаем его, как псалмопевец говорит, «и роди беззаконие». Рожает это беззаконие. То есть в муках пребывает, и в муках выводит это, и потом сам мучается в продолжении всей жизни. Дальше он предупреждает. «Ров из рейс копай, и падает в яму». Южа садела. Конечно, Ави Солом копал ров огромный и яму, чтобы погубить отца своего. А сам был погублен вот этой неправдой и этим беззаконием. «Обратись болезнь его на голову его, и наверх его неправда его снизит». Вот никто не должен в своей жизни стремиться к правде, к злобе. Помните о духовных законах. Ежели не хочешь, чтобы что-то с тобой было плохо, не делай ближнему своему этого зла. Но кто творит зло, думает, что он творит зло для ближнего, сам впадает в это зло, потому что правда Божия все равно восторжествует в нашей жизни. И заканчивает. Псалмопевец Давид удивительными словами. «Исповемся Господи по правде его и пою имени Господа Вышнего». Псалмопевец Давид восхваляет в конце Бога, изумляется его милостердию, долготерпение и той великой помощи, которую Господь являет тем людям, которые исповедуют его имя Всесвятое и Вышнее. Спасибо, Господи. Большое спасибо, отец Алексей. Замечательная была беседа. В следующей нашей программе мы продолжим разбирать псалтирь. Спасибо, Господи. Храни вас всех, Господь.